Вы на канале DaVinci, с вами Даша Виноградова, всем привет! Сегодня я покажу, как я леплю пирожное с печенькой, на котором будет написано имя девочки, которой будет подарена эта чашка. Значит, начну я с самой корзиночки. Я взяла такой цвет теста, я его намешала из белого, немного коричневого и капельки желтого, для того, чтобы потом была красивая тонировка пастелью. Нужен вот такой вот светлый цвет. Если взять более темный, какой-нибудь коричневый или кофейный, допустим, цвет теста, то тонировка потом ляжет не так ярко. На такой цвет она ляжет идеально. Поэтому, когда я делаю какие-то мучные изделия, скажем так, я использую вот такой вот цвет, для того, чтобы его потом грамотно, хорошо затонировать. Леплю свою корзиночку, создаю нужную мне форму. Подравниваю низ лезвием, но в течение работы еще низ все равно немножечко поползет, поэтому потом я его буду ровнять заново. Корзиночка у меня будет с таким бортиком, из теста, который тоже будет запеченное, красиво, с такой запеченной хрустящей корочкой. Я его размещаю сверху на своей корзиночке. Инструментом с иголочкой я делаю вот такой вот рисунок на корзиночке. Приближаю, чтобы вам было хорошо видно. Как бы от формочки, в которой, скажем так, запекался наш кексик вот этот. Продолжение следует... Добавляем немножечко текстуры, с помощью металлического венчика, чтобы полоски от предыдущего инструмента не были слишком выразительными. закругляю края, срезы. А с помощью фольги буду придавать текстуру такого хлебушка. После тонировки будет очень хорошо видно эту текстуру. Прижимаем, напомним, что нам нужно сохранить форму нашей корзиночки, поэтому делаем это очень аккуратно. в принципе, у меня уже корзиночка. готова. Сейчас я ее буду тонировать сухой пастелью. Кисть у меня сухая, она предназначена специально для коричневых оттенков, если вы только начинаете использовать пастель. Кисть от пастеля очень сложно потом промыть, поэтому лучше завести несколько кистей, и использовать их отдельно каждую кисть для каких-то цветов. Ну, вот коричневый я использую для всех коричневых оттенков. Я показываю номера, какими цветами я пользуюсь при тонировке. У меня четыре коричневых цвета. Ну, оттенка, скажем так, есть такой более рыжеватый и совсем темно-коричневый. Обычно использую я все свои оттенки, когда тонирую тесто. Мне нравится этот эффект, эффект такой прожаренности. Сразу такое аппетитное становится пирожное или там хлебушек, что бы то ни было. Главное, по чуть-чуть кисть макаем. Если вы, например, накрошили немножко сухой пастель и где-то себе отдельно, то кисть макаем, промакиваем совсем чуть-чуть, чтобы не было потом у нас пятен на нашем тесте. И в этот раз решила пастель не натирать, беру нужное количество кистью сразу с кусочка. Субтитры сделал DimaTorzok не забываем что потом после запекания когда уже наше пирожное будет готово надо будет обязательно то что мы сейчас тонируем сухой пастели закрепить фимогелем то есть берете кисточку немного фимогеля и проходитесь тонким тонким слоем везде где вы наносили тонировку даже если там листочки дальше я буду показывать это будут везде обязательно потому что потом при использовании некоторая часть сухой пастели может вымываться она останется в большинстве случаев как бы большая часть остается все-таки она как немножечко въедается в глину но нужно все равно перестраховаться и чтобы первоначальный вид имела наше пирожное лучше промазать фимогелем и запечь потом с фимогелем еще раз это мой крем крем для тортиков пирожных рафаэлла и всяких всяких сладостей делала я его давно сразу много я взяла большую большой кусок белой пластики белой полимерной глины добавила в него постепенно разминая в руках добавляла фимогель пока моя глина не стала слишком такая неприятно жидкая которая уже нельзя было рук в руках мешать я переложила вот в такую керамическую тарелочку и уже добавляла фимогель и мешала ложечкой и у меня получился вот такой нужной консистенции кремчик и я его теперь по мере надобности использую со временем кстати он немножечко твердеет все равно этот крем совсем чуть-чуть но становится такой густоватый я опять добавляю фимогели размешиваю все крышечкой я обязательно конечно же закрываю эту тарелочку для того чтобы у меня не попадала туда ни пыль ни какая-нибудь грязь вот поэтому рекомендую потому что каждый раз делать новый крем это немножечко трудоемко там по времени силам один раз делали просто в свободное время когда вам хотелось бы что-то полепить например но ничего не хочется вот сделайте себе такой крем на будущее главное не размещайте в пластиковой какой-нибудь посуде или в пластиковом контейнере потому что глина не может не подружиться с пластиком и разъесть его лучше использовать керамическую глиняную посуду там очень хорошо хранится и глина и такой жидкий крем его можно окрашивать то есть если вам вдруг понадобился розовый крем берете натирается немного сухой пастели добавляете туда перемешиваете и у вас получается розовый крем можете добавить немножечко коричневого вас получится кремовый такой кофейный цвет поэтому очень удобно иметь белый кремушек запасе я делаю такие потеки как будто у нас там в корзиночке какой-то такой белый белый был крем и он немножечко потек наружу смотрите у меня есть вот такие вот буквы сейчас я вам покажу это английский алфавит и там есть и цифры в основном это алфавит буквы покупала я такой набор на алиэкспресс стоит сущие копейки можете поискать это для пекарей кондитеров для того чтобы на печеньях делать надписи так как у меня будет пирожное у меня в этом пирожном пирожне будет маленькая печенька вставлена на котором будет имя девушки и вот таким вот образом вот с помощью вот этих вот буковок я буду делать это имя очень удобный набор я правда он мне пригодился наверное сейчас раз третий за пару лет но такой должен быть потому что иногда раз и нужен имя у меня елена собираю я его наоборот для того чтобы зеркальным он отпечатался уже правильно храню свои буковки в таком контейнере из-под киндера большого очень удобно они нигде не рассыпаются не теряются окно и нужно сделать нам сама печенька чтобы потом не вдавливать его в крем я его сделаю заранее размещу его заранее на чашки а потом уже буду делать крема пирожного я определяю с размером чтобы у меня влезло имя видите как это выглядит сейчас я переделаю так что было все красиво немножечко присыплю стеклышко детская присыпка чтобы у меня не прилипала глина моей рабочей поверхности потому что я когда отпечатываю имя я придавливаю глину и она прилипает вот готова имя елена не есть достаточно красивая такое интересное сейчас будем обрабатывать этот кусочек и делать из него настоящую аппетитную печенюшку у меня есть вот такие штучки я их показываю уже не первый раз других моих видео можно тоже их найти эти штучки предназначены для проводов точно не могу сказать как они работают но полимер щеки в своем деле тоже нашли им приспособление можно вырезать очень маленькие маленькие кружочки у меня их много размеров и один из самых больших вот каттеров таких я срезала половинку и у меня получилась такая как бы дуга и с помощью этой дуги я вот сейчас делаю закругление на печенюшке чтобы оно было вот как как фабричное можно конечно взять лезвие и вырезать это но это немножко будет сложнее может получиться не так ровно как с такой штучкой можно вполне оставить печенька и прямоугольной формы потом опять-таки обработать его фольгой и затонировать и оно тоже будет аппетитно смотреться я решила заморочиться и сделать настоящее печенье вот видите как я вот лезвием вот так вот обрабатываю краешки так тоже можно мне надо понять где я хочу видеть это печенье как она будет выглядывать из пирожного чтобы мне крем не перекрывал имя конечно же вот я думаю что здесь ему самое место и сейчас обработаю края чтобы не было вот этих срезов резких от лезвия я своим металлическим венчиком обработаю краешки не немножко так примнуться станут не такими выразительными но зато более настоящими кстати корзиночку я уже запекла для того чтобы мне дальше было удобно работать так как у меня там был крем и конечно же я бы вся и измазалась в него в нем поэтому я запекла и теперь могу продолжать дальше спокойно себе работать венчиком я прошлась везде полностью по кругам беру фольгу и обрабатываю продолжаю обрабатывать печенье слегка придавливаю очень слегка потому что мне нужно сохранить имя и опять тонировка 5 мои коричневые оттенки придаем живости печеньку и и и и и и и и ну собственно вот то чего я хотела увидеть то что я себе представляла скажем так и 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 для завершения иголочкой делаю вот такие по периметру точечки обычно их немного больше на печеньях но так как у нас уже есть имя мы не перебарщиваем вот смотрите чинюшка такая очаровательная действительно миленькая пока у меня руки грязные я не хочу браться за белую пластику крем у нас будет белый за него возьмусь немножечко позже потому что надо будет конкретно хорошо вымыть руки сейчас буду делать ежевичку для того чтобы у меня были была ежевичка такая красивая сочная и чтобы каждая бубочка была одинакового размера я раскатываю пласт глины на паста машине достаточно так тонко наверно в полмиллиметра и с помощью одного из катеров нужного мне размера я нарезаю много кружочков они у меня будут одинакового размера соответственно мне будет легче накатать много маленьких одинаковых шариков чем я собственно сейчас и займусь есть любители которые очень любят лепить малину и похожие ягоды в которых присутствует скопление много мелких таких шариков я конечно люблю свою работу но мне кажется самое такое скучное это вот именно лепить малину или вот похоже на нее ягоды это очень долго нужно накатать много шариков особенно когда девочки делают браслеты где очень много малины на этих браслетах лекита украшения там на шею какой-нибудь там колье для меня это вера героизма я ими восхищаюсь такими мастерами потому что терпение нужно очень много тут наверное нужно просто выделять целый день под фильмы какие-нибудь периодически чем-нибудь вкусным перекусывать для того чтобы было много веселее значит я свою малинку делаю на фольге можно делать на круглом дотсе потом аккуратно снять и решила сделать на фольге так и запеку и потом фольгу аккуратно вытащу теперь потихонечку собираем наши шарики все воедино у меня есть молд кстати малины я его не помню даже где его покупала он интересно смотрится малинка за буквально за минуту может быть готова но все равно есть вот присутствует между вот этими маленькими шариками такое вот как видно что это что-то литое не сделанное вручную поэтому немножко меня расстраивает молд все хочется сделать так живую возможно лучше самой слепить хорошую качественную малину сделать по этой малине молд и потом его использовать мне кажется это будет намного лучше чем использовать заводское не самого лучшего скажем так качество но многие мастера пользуются молдами принципе кто не знает кто не разбирается те даже не обратят внимания вот она в принципе у меня уже готова и пока она мне будет запекаться на ежевичка я сделаю листочки зелень она зачастую добавляет всегда какой-то сочности живости будь то пирожная баночка например там со сладостями когда на крышке делают композицию как-то мне всегда очень нравится зелень и я ее все время использую и всегда стараюсь ее куда-нибудь примостить сегодня у меня будет ягодка на самой верхушке пирожного и возле этой ягодки будут два зеленых листочка я взяла глину цветом оливка если не ошибаюсь такой оливковый какой-то оттенок но он достаточно яркий поэтому я немножечко добавила серого цвета в оливковый цвет и он стал такой приглушенный но ведь он не прям не зелень не зелень трава такой молодая зеленушка больше обработала тальком для того чтобы ли листочки не прилипали не к пальцу моему не к форме то не совсем удобно работать формочка у меня уже смазана тальком у меня форма для листочков есть я аккуратно прижимаю особенно края чтобы утончить их и сделать более натуральными лепестка и прищипываю краешек листочка такие два листочка получились разных размеров и их я тоже буду тонировать это же мне нравится на них такая слегка коричневая тонировка особенно по краям сразу зелень немножечко так оживает становится такая вот она сочная вот они мои листочки ну теперь самая масштабная часть которая занимает больше всего места на нашей чашке это крем он у нас белого будет цвета я использую экструдер старый добрый экструдер он уже у меня и ремонтировался и отработал он мне уже добрых четыре года слава богу я им довольна значит размещаю внутрь глину убираю излишки и сейчас покажу как я делаю крем как я делаю вот именно этот вот скажем так узор вот в кондитерке я нашла вот эти формочки для кондитеров для тортов для шприцов с кремом и использовал уже по своему назначению мне пришлось его обрезать загибать плоскогубцами для того чтобы он держался у меня в экструдере но в итоге мы нашли с ним общий язык и уже давно служит мне эта формочка не в принципе я довольна у меня их несколько но там еще какие-то другие есть вот такие узоры но вот этот самый мне кажется такой аппетитный для пирожных поэтому в основном использую я его вот видите получается такая звезда скручиваю главное дальше скручивать в одном направлении для такого гармоничного вида прижимаем сильно прижимать нельзя поэтому прижимаем слегка аккуратно потом все равно фимогелем надо будет пройтись для того чтобы там где прижать нельзя было сильно капнуть чуть-чуть фимогели чтобы после запекания все у нас вместе схватилась в одно целое выкладываю второй ряд скручиваю в том же направлении чтобы у меня все красиво смотрелось и аккуратно укладываем в общем а а и Всего у меня будет 5 ярусов из крема, 4 уже есть, пятый будет самый маленький коротенький вот он такой и моя ягодка уже запеклась и даже остыла теперь вытаскиваем фольгу задание не из простых я вам скажу почему-то в этот раз но у меня прям ну совсем не хотела вылазить но с помощью вот такого длинного пинцета я все-таки я все все мелкие кусочки фольги вытащила все ягодка готова беру листочки примеряю как я их вижу ягодку прижать я сильно не смогу поэтому тоже будут таки использовать фимогель и ягодку обязательно покрою глянцевым лаком я использую лак фима тогда получается все идеально она будет блестеть вот смотрите как она блестит и какое пирожное у меня получилось отлично я очень люблю такие чашки с такими мелыми пирожными это всегда выигрышно смотрится всем спасибо ставьте лайки всем пока